Приветствую вас, дорогие друзья! Сейчас настало время планировать перезимовку. Если вы планируете ее во Вьетнаме, я вам сейчас расскажу, что нужно с собой взять во Вьетнам, если вы едете туда с ребенка. Если вам интересно, продолжайте слушать. Значит, во-первых, я скажу, какой у нас есть опыт. У нас опыт, собственно, одна только поездка. В позапрошлом году мы ездили, я лично была там три месяца, мои дети были чуть подольше. Мы как раз попали в сезон дождей, то есть, приехав туда в конце ноября, мы этот сезон дождей застали. И так, сейчас я погуглила, посмотрела, что он продолжается до конца января, но как будто да, я помню, что да, потом дожди вроде бы прекратились. Хотя они и могут быть. Мешает ли сезон дождей? Нет, абсолютно не мешает. Там все равно тепло. И в тот сезон, это был конец 16-го года, начало 17-го. В тот год люди говорили, что это необычный сезон дождей, так дождливо в прошлые годы, то есть, на протяжении предыдущих 10 лет, так дождливо не было. Дожди были, ну, раз в 2-3-4 дня, вот с такой периодичностью шли дожди. Помню, один раз попала прямо под такой дождь, который шел весь день, и прошла пешком путь от второй линии до магазина Бекси. Ну, я не знаю, сколько это километров, просто обычно наш человек, да и сами жители Нячанга это расстояние пешком не пересекают, либо на байке, либо на автобусе. Ну, у нас был режим экономии, в общем, мы поперлись туда пешком, промокли до нитки, все выжимали, все вот было вот такое вот, нужно было выжимать. Пришли, сменили одежду, в общем, нет, я не заболела, потому что все равно тепло, и в то же время нет такой жары изнуряющей. Ну, средняя температура 27 градусов, самая низкая температура, которая была, мне кажется, градусов 17. То есть, ну да, прохладно относительно того, что бывает постоянно, но относительно нашей зимы это тепло. Вот, ну так вот, значит, это наш опыт. Теперь, я тут себе законспектировала, вернее, пункты наметила. Первое, что я написала, посмотрите сезон дождей, об этом я рассказала. Да, смотря в какой регион вы едете, потому что на севере Вьетнама там иной климат, там вам понадобятся куртки, такие демисезонные. Здесь, в Ничанге, на юге Вьетнама, этого не понадобится. Так, нужно ознакомиться обязательно с местной едой. Ну, предварительно, когда вы еще дома, на берегу, погуглите, что там едят вьетнамцы. Но не верьте сайта. Лучше посмотрите информацию на ютубе. Я, кстати, к себе в плейлист положила чужое видео. У меня есть плейлист в Вьетнам. Там только мои видео, но сегодня я положила очень полезное видео другого блогера. Я не подписалась на него, поэтому не запомнила, как его зовут. Также я вам очень рекомендую вступить в тематические группы в соцсетях. Особенно, когда вы туда приедете, чтобы ориентироваться в местных новостях. Можно купить какие-то недорогие, по очень выгодной цене авиабилеты. Ну, в общем, много полезного. Нужную какую-то одежду, нужные вещи для детей, для дома. Можно приобрести у наших же туристов, которые выезжают или которые по тем или иным причинам, которым эти вещи уже не нужны, но они все еще пригодны. Можно купить. Так что это очень полезно. И вступить до поездки тоже будет полезно, потому что там вы можете, что-то, въезжая во Вьетнам, привезти что-то с родины, что-то полезное, какие-то продукты. Этого коснемся позже. И еще тут с галочкой отметила «Не верить статьям на сайтах». То есть первые статьи, которые будут в выдаче в поисковике, они абсолютно ни на что не годны. Им 100% или на 50% можно не верить. То есть нужно обязательно отсеивать базар. Я, когда ознакомилась со статьями, во-первых, они идут одна рерайт другой, то есть одна и та же статья переписана разными людьми. И по этому тексту видно, что люди никогда здесь не бывали. То есть доверия им никакого быть не может. Теперь, значит, какие взять вещи. Взрослым нужно брать минимум. Шорты, футболки, шлепанцы резиновые. Вот такие вот самые простые, такие литые, которые выдержат, ну такие износоустойчивые. Не которые порвутся после первых 100 метров прохождения. Ну после первого километра или десятка километров. Вот, ну более-менее прочные, такие, в общем, недорогие. Лучше бы взять. Но если вы таких, если все-таки ваши шлепки порвутся, износятся, вы на месте купите такие же шлепки. И в них вот, это универсальная обувь. Ветровка, дождевик. Ну, ветровка имеется в виду на случай такой более прохладной погоды, как я сказала, уже 17 градусов, да. Когда вам будет просто в футболке или майке прохладно, накинуть, такая одежда нужна. Ну и желательно, чтобы это было максимально теплое, но в то же время максимально легкое и минимальное по объему в чемодане вещь. Обязательно нужно взять дождевик. Если вы, ну если у вас есть какой-то уже, уже имеется какой-то прочный такой хороший дождевик, который не порвется после первых десяти носок, это будет неплохо. Если вы такого, если таковой у вас нету, то вы здесь на месте купите дождевики тоже, в общем, недорого. Ну, более или менее недорого. Все-таки вещь нужная. Ее повсеместно продают, да, и впаривают ее, конечно. Дороговато, но относительно. Все равно небольшие деньги. Так, это взрослым. А детям, пожалуйста, берите все по максимуму. Особенно, если это дети грудные. Понятно, что расходников у них много. Расходниками я называю не только подгузники. Там и прочие действительно расходуемые материалы. А также вот эти все футболочки, распашонки, ползунки, носочки. Вот этого всего берите по максимуму, не жалейте. Ну, потому что здесь вы будете, если этого возьмете мало и вам будет не доставать, здесь вы будете, вам придется искать это все в местных магазинах. Я, кстати, не видела, не находила. Ну, опять же, может быть, в тех же группах в социальных сетях вы, может быть, приобретете. Или если вы из своего выросли, а все еще продолжаете оставаться во Вьетнаме, то вы все это вот так вот кучкой можете все это продать вашим же соотечественникам по какой-нибудь сходной цене или просто передать, если вы считаете, что это жлобство. Одежда должна быть такая на ребенка, что в расчете на плюс 30, плюс 20 вот в этом диапазоне. То есть таких футболочек побольше. То есть совершенно не нужно брать, как мне кажется, теплых комбинезончиков. Однако же, да, не забывайте, что один-то комплект у вас все равно будет с собой, потому что вы же зимой вылетаете туда, зимняя одежда останется при вас, вы же не оставите ее в аэропорту в камере хранения, да, я сомневаюсь. Вы в этом, в конце концов, в самолет зайдете, да, в этой одежде. Поэтому эту одежду, в которой вы вылетаете из России, из вашей страны, предусмотрите так, чтобы она была максимально теплая, но максимально легкая и максимально минимально объемная. Мало места занимало в чемодане. Так, обязательно лучше взять с собой прогулочную, складную, детскую, легкую коляску. То есть, ну, это вот те же коляски-трости или коляска, которая складывается. Сама она желательно, чтобы была максимально легкая, но в то же время прочная. В общем, какую-то такую модель поищите. Причем здесь, вылетая из России, вполне может оказаться, что вы ее возьмете даже в салон самолета, хотя наши авиакомпании, кажется, все идут к тому, что все ужесточают и уменьшают объемы и вес того, что можно взять с собой в салон. Но все-таки дети – это особая статья, и все-таки вот эти детские коляски разрешают собрать в салон. Другие авиакомпании, для них предусмотрено так, чтобы до посадки, до момента посадки, ну, так у нас было в Таиланде, мы все-таки едем на коляске, а перед самым заходом непосредственно в салон эту коляску у вас забирают и все-таки кладут в багаж. И потом вы ее получаете вместе с багажом. Ну, дети везде, по-моему, во всем мире, для пассажиров с детьми идет приоритетная посадка, и вот эти все права, тоже они такие с приоритетом, с максимальной лояльностью к детям. Вот. Так, о коляске мы сказали. Теперь, что очень важно, еда, оказывается, ну, то, что, когда мы едем во Вьетнам и живем там, нам это кажется само собой разумеющимся, а людям, которые никогда еще не были, это совершенно непонятно, они этого не ожидают. О чем я говорю? О питании, о детском питании. То есть там детское питание, оно совершенно иное. Если ваш ребенок на искусственном вскармливании, то, наверное, придется вот это детское питание брать с собой. Будьте готовы к тому, что там вы не найдете привычного вам детского питания. Вот наш ребенок сейчас, у нас грудной ребенок, он питается наном. Нан – это продукция компании Nestlé. Вроде бы международная компания. Но я не помню, есть ли там во Вьетнаме нан. Это тоже, кстати, это можно узнать в социальных сетях, в группах, в местных группах. Как там насчет детского питания, что взять с собой. Там можно посоветоваться. 100% я вот сейчас вам говорю, 100% вот эти вот всякие детские пюре фруктово-овощные там во Вьетнаме очень дорогие. Вы не найдете там привычных нам. Ну, здесь у нас местные, да, какие-то детские, детское питание. Из международных компаний может быть Кербер, остальное всякие Агуша. Ну, не помню, что еще. Все такое российского производства. Ну, и в странах СНГ тоже самое, да. А здесь, а во Вьетнаме, конечно же, этого нет. И Гербера тоже, к которому мы привыкли, там, к которому, может быть, мы привыкли, его там нет. Там какое-то совершенно свое другое питание. По составу оно может быть такое, и по качеству может быть очень хорошее. То есть оно очень хорошее. Но цены совершенно иные, чем здесь в России. Очень дорого, просто разоритесь, если будете там покупать. Поэтому какой-то запасик, сколько можете, возьмите с собой. Вот этих детских пюрешек. Тем более, что у нас, что здесь продаются в таких в тетроупаковках. Что удобно брать с собой. Вот такие максимально возьмите с собой. Это что касается специального, специализированного детского питания. Дальше. Для многих будет неожиданностью, что там нет привычных к нам кругов. Если вы привыкли завтракать кашами, как многие семьи, да, то там вам придется не сладко. Потому что из каш привычных вы там сможете варить только рисовую. Причем рис там такой тоже специализированный. Но он такой не для каш. А скорее такой для плов. Ну, рассыпчатый такой рис. Ну, рис он все-таки рис. Рисовые каши вы будете варить. Но где-то недели через две поймайте себя на том, что вы на рис уже смотреть не можете. Поэтому, насколько можете, запаситесь крупами. Возьмите с собой геркулес, гречку. Ну, вот по этим почему-то начинаешь скучать по этим крупам. Геркулес, гречка. Остальные, ну, как-то так. Но, правда, вы там не найдете. Есть, конечно, здесь магазины, потому что там очень много нашего русского туриста. Поэтому, конечно же, в туристических зонах вы найдете в магазинах некоторые товары. В том числе, может быть, и крупы. Но цены будут совершенно неприемлемые, такие неподъемные. Именно для тех людей, кто очень соскучился по гречке. Геркулес, геркулес вот так на этот расчет, что человек все равно выложит любые деньги, лишь бы покушать еду, по которой он соскучился. И к тому же вы можете немножечко на этом заработать, привезя какой-то запас, ну, с кем-то в группе ВКонтакте. И, значит, договорившись, вы можете привести это тем, кто уже здесь проживает, и выручить людей, и какой-то наличностью обзавестись. Может быть, с небольшой, с небольшой прибылью, а может быть, совсем с мизерной. Так, вам будет непривычно, что здесь нет таких вот печенюшек, к которым мы привыкли. Здесь есть тоже своя культура вот этой выпечки, наследие от французов. В общем, хлеб здесь прекрасный, очень вкусный, хороший, но он весь однообразный. Это багеты. И всякого там другого хлеба, из ржаной муки, здесь, конечно же, нет. Вот. Выпечка здесь тоже такая однообразная довольно-таки. Из выпечки здесь бисквит. Все, что вы найдете, это будет либо бисквитное тесто, либо такое, если дрожжевое, то такое близко к багету. Поэтому, может быть, вы соскучитесь по всяким там печенюшкам, ну, возьмите с собой вот эти вот печенюшки. Для детей здесь есть печенье, специальное, ну, детское питание, есть печенье со всякими добавками. Ну, такое неплохое. В общем, если вы с собой не можете никакого запаса еды везти, ничего страшного, вы здесь выживете. В конце концов, если уж очень сильно заскучаете, соскучитесь по какой-то еде, попросите приезжающих сюда туристов привезти вам пачку-другую чего-нибудь. Не страшно. Что я не рекомендовала бы везти с собой? Вот не берите с собой много одежды на всякие там кабаки. Точно, сто процентов. Не берите с собой обувь на каблуке. Вот она здесь совершенно ни к чему. Очень смешно смотреть на девчонок, которые по пляжу шагают на каблучищах. Ее и жалко, и на пляже это смотрится совершенно неуместно. Эти вот босоножки на танкетке. Если вы с собой возьмете много ненужной одежды, просто жалко будет вас, что вы тащите этот чемодан. И если вы будете перемещаться с места на место, ну, из одного отеля в другой, из одних апартаментов в другие, а я сейчас говорю о вашей самостоятельной поездке без туроператора, то вам придется, ну, вы проклянете себя где-то на третьем перемещении. В общем, смотрите, если вы берете билет без багажа, то обратите внимание на то, чтобы в вашей сумочке не было ножниц, ну, всяких режущих предметов, у вас их попросту отберут. Ну, я там не говорю уже о жидкостях, ну, всяких шампунях, объемом больше 100 мл. Это у вас тоже все отберут. Причем, если вы летите из России, ну, как мы летели, из Иркутска, у нас ничего не отбирали, нас не шмонали. Мы все это привезли с собой, но мы ехали через Бангкок, мы в Бангкоке провели несколько дней, а потом уже вылетая из Бангкока, вот там нас потрясли, нас оставили без всего. Без шампуней, без наших уходовых кремов. Вот, чтобы не попасть в такую ситуацию, вы заранее все предусмотрите, все перелейте в мелкую тару, ну, если вы не можете жить без какого-то крема. Вот. В общем, имейте это в виду. Так, ну, все, пожалуй. Что-то я еще, конечно, хотела рассказать, но сниму тогда еще отдельное видео. Главная моя цель была предупредить вас о том, что чего в Вьетнаме нет, что стоит взять с собой, если вы без этого жить не можете. В общем, хорошего вам отдыха, всего самого наилучшего. Не бойтесь брать с собой детей, там с ними замечательно, комфортно. И вообще во всем мире к пассажирам с детьми и к детям относятся очень хорошо, в том числе и во Вьетнаме. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!